Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. И сегодня я к Вам, девочки, вот с такой оригинальной летней футболкой. Вернее, сама по себе футболка достаточно простая. Оригинальность здесь заключается именно в пряже. Вязала я эту футболку из пряжи Катя Малибу Плюс, и об этой пряже я уже делала обзор. Поэтому долго останавливаться именно на пряже не буду. Сейчас наверху в правом углу всплывет ссылочка и, если Вам интересно, Вы можете перейти и посмотреть этот обзор. Единственное, о чем я хочу Вам напомнить, что брала я эту пряжу в интернет-магазине Пряжа Сум. В этом магазине огромный выбор летней пряжи, там Вы можете найти и хлопок, и шелк, и лен, и разные виды с мясовой пряжи. Так что обязательно переходите по ссылке, которая будет под видео и выбирайте себе пряжу. Все лето еще впереди и мы успеем навязать много. Там же я оставлю для Вас промокод на скидку, который Вы можете использовать при покупке. Имейте в виду, что этот промокод суммируется и с другими скидками сайта. Но также предупреждаю, что он имеет ограниченный срок действия. На эту футболку у меня ушло 5 мотков пряжи. И несмотря на то, что мне пришлось очень многие моменты перевязывать, изделие получилось просто великолепное. За счет этой пряжи оно смотрится очень интересно, футболка яркая и позитивная, поднимает настроение. И отдельно хочу заметить, что само полотно невероятно приятно ощущается на теле. Знаете, полотно имеет такой спандекс эффект, оно очень хорошо тянется и за счет этого отлично сидит на любой фигуре. Эту футболку мы примеряли с подругами и выяснили, что смотрится она прекрасно и на 44 размере и на 48. Кто подписан на мой инстаграм, уже видел фото этой футболки на мне. Дальше я еще добавлю фотографии с примеркой во время процесса, но имейте в виду, что изделие после ВТО подсело. А по образцу вычислить усадку, да и саму плотность вязания очень сложно. Дело в том, что цветные вкрапления пряжи встречаются на протяжении нити неравномерно. И чтобы сделать более точные вычисления, надо вязать образец из целого мотка пряжи и желательно той ширины, которой будет изделие. Вот такой узкий образец даст Вам разную плотность на всем своем протяжении и с ним можно только запутаться. Так случилось со мной. Я сначала набрала одно количество петель, сантиметров через десять поняла, что это совсем не то, что мне нужно. Пришлось перевязывать, поэтому предостерегаю Вас. Сейчас я подробно покажу все цифры на схеме и Вам станет все понятно. И еще, чтобы не промахнуться с длиной, а также, чтобы была возможность корректировки, если пойдет что-то не так, рекомендую делать набор открытыми петлями. Я при помощи бросовой нити набрала 150 петель, соединила вязание в круг и провязала два мотка пряжи в высоту, после чего я перешла к формированию пройм. Вот в этом месте я разделила петли пополам и поставила маркеры. Таким образом разделила петли на спинку и перед по 75 петель. И дальше с двух сторон от маркеров в каждом ряду делала прибавки. Всего с прибавками провязано 6 рядов и до этого момента вязание идет все еще по кругу, просто в этих местах появляется расширение полотна. И таким образом петли спинки и переда у нас увеличиваются на 12 петель, то есть по 6 петель с каждой стороны. Дальше вязание разделяется на спинку и перед. В том месте, где стоит маркер, набираем петли для рукава открытым способом, также при помощи бросовой нити. У меня здесь набрано 12 петель. Далее вяжем поворотными рядами. В изнаночном ряду дошли до второго маркера и здесь точно также при помощи бросовой нити добавляем петли для рукава. Продолжаем вязать отдельно полочку футболки до того момента, пока не достигнем половину ширины рукава. Помните о том, что изделие подсядет и если не хотите рукав в обтяжку, провяжите здесь побольше. Затем оставляем петли переда и переходим к вязанию спинки. Поднимаем петлю рукава с бросовой нити и точно так же поворотными рядами вяжем спинку до необходимой высоты. Хочу показать Вам, для чего мы здесь набирали открытые петли. Смотрите, в этом месте нет шва, все ровно, нам не будет ничего мешать тянуть или цепляться. Итак, вяжем спинку поворотными рядами до половины ширины рукава, дальше нам надо сформировать скос плеча и вырез горловины. И изделие мы продолжим вязать укороченными рядами. Затем соединяем плечевые швы. Я в этом месте сделала декоративный шов при помощи крючка. Можно тут выполнить так же трикотажный шов и будет это выглядеть как сплошное полотно без швов. Затем закрываем петли горловины. У меня здесь выполнено закрытие метода Майкорд на две петли. Сейчас в правом верхнем углу всплывет подсказка, можете перейти и ознакомиться с этим методом. Рукава я закончила резинкой, набрала по кромочным необходимо количество петель и провязала примерно 3,5 см резинкой. Возможно, Вы захотите связать себе длинные рукава, можете попробовать, принцип тот же самый. Я попробовала это сделать, но у меня не хватило пряжи и рукава получились коротковатыми, поэтому будем носить футболку. И в заключении поднимаем открытые петли по нижнему краю и вяжем необходимую длину изделия. Закончила я вязание такой же резинкой, как и на рукавах. В первоначальной версии я попробовала закрытие Айкорд на две петли, но полотно сильно закручивалось и мне не понравилось, как это выглядит. Резинка смотрится красивее. Повторюсь, заказывала изначально я 6 моточков пряжи и один моток у меня остался, то есть на эту футболку ушло 250 грамм пряжи. Теперь Вы сможете примерно прикинуть необходимое количество пряжи, исходя из Ваших размеров. Теперь давайте перейдем к схемам и расчетам. Вот такой технический рисунок моделей у меня имеется. Вы можете сейчас сделать скриншот или скачать этот рисунок, ссылку я оставлю для Вас под видео. Как я уже сказала, определить плотность вязания – это пляски с бубном. Поэтому все измерения сделаны после ВТО специально для этого мастер класса. Высота изделия от самой высокой точки на плече и до нижнего края 58 см. Сколько тут рядов не скажу, мы помним, что набор делаем по открытым петлям и в любой момент у нас будет возможность подкорректировать длину даже после ВТО. Распустили лишнее или довязали – много это времени не займет. Будем надеяться, что Вы попадете с первого раза. Ширина изделия в районе тушки в сложенном виде – это 41 см. Помним, что полотно тянется прекрасно, не хотите в обтяжку – делайте больше петель. Здесь у меня было набрано 150 петель по кругу, то есть на спинку и перик по 75 петель. Дальше начинаем делать расширение полотна к рукавам. Ставим маркер вот в этих точках и делаем прибавки с обеих сторон от маркера. У меня провязано 6 рядов и с каждой стороны и на спинке и на полочке прибавилось по 6 петель. Затем набираем для рукавов с одной и с другой стороны по 12 петель и это получается примерно 7 см. Итого было у нас 75 петель, прибавили здесь и здесь по 6 петель и набрали с каждой стороны по 12 петель. Соответственно, вот в этом месте у нас получается 111 петель и это по ширине 70 см. А если брать в учет резинки, которую мы потом довяжем, общий разлет по ширине получается 77 см. То есть в этом месте мы провязываем эти 111 петель поворотными рядами на высоту, которая равна половине обхвата руки. У меня провязано 36 рядов и это получилось 13 см. Вырез горловины у меня примерно 60 см. На схеме вот здесь между крайними точками 30 см и 51 петля. Ширину горловины вы также сможете подкорректировать, если она вдруг у вас получится широкой, провязав более тонкими спицами пару рядов. На скос плеча приходится по 20 см и это 30 петель. Как вывязывается скос плеча и вырез горловины я вам покажу уже на другой схеме, а пока посмотрите некоторые моменты вязания. Несмотря на то, что рекомендации по спицам на этикетке пряжи до 5,5 мм, я буду вязать спицами номер 6, такая плотность полотна меня вполне устраивает. Итак, начнем с того, что делаем набор на бросовую нить, в моем случае это 150 петель. Я набирала сразу на спицу при помощи крючка, можно связать косичку крючком и потом поднять петли с изнаночной стороны косички. Если вы знаете свой способ, пожалуйста, делайте по своему. Затем начинаем вязать первый ряд нитью от клубка. Просто провязываем петли бросовой нити, заодно еще раз пересчитываем количество петель. Длинный хвостик здесь оставлять необязательно, главное смотрите, чтобы первая петля не распустилась. Чуть позже я покажу вам, как соединить две нити у этой пряжи, так, чтобы не было узлов и кончиков в местах соединения клубков. Когда первый ряд будет провязан, проверяем, чтобы петли смотрели в одну сторону, чтобы не произошло перекручивание. И начинаем вязать второй ряд. Мы просто вяжем дальше, здесь не нужны никакие соединения в круг и лишние петли. На начало ряда можно повесить маркер. Вяжем, думаю, пару мотков можно спокойно провязать. Для соединения нитей я использую способ соединения шнурковой пряжи, при котором одна ниточка продевается в другую. Вдеваем одну нить в иголку для трикотажа и заходим в другую нить, отступив от края несколько сантиметров. Игла отлично проходит внутри шнурочка и через какое-то расстояние выводим ее наружу. Аккуратно подтягиваем нить, чтобы хвостик не торчал, и теперь второй хвостик заводим в иглу и протаскиваем его внутри второй нити. Расправляем соединение и получаем идеально ровную и целую нить без узелков и хвостиков. Сейчас покажу момент, где мы должны добавить дополнительные петли для рукава. Я уже разделила все петли пополам на перед и спинку и начала вывязывать с двух сторон от маркера по две прибавки в каждом ряду. И вот такое закругление у нас получается. Теперь добавим петли. У меня уже подготовлен на дополнительной спице набор из 12 петель, петли спинки мы оставляем в покое и продолжаем вязать переднюю часть. Сейчас провязываем рабочей нитью петли для рукава. И дальше будем вязать поворотными рядами. С этой стороны лески я сняла спицу и поставила там заглушку. Очень удобно, когда есть набор спиц и не надо лишний раз переснимать петли. Если у вас одни рабочие спицы, снимите петли спинки на нить с помощью трикотажной иглы. Я сейчас буду вязать изнаночный ряд спинки и эти петли у меня перейдут на вторую леску. А леска, на которой я вязала до этого, останется на спинке. В конце ряда я переставлю вторую спицу и времени на это уйдет намного меньше. На противоположной стороне добавим еще 12 петель на второй рукавчик и продолжим вязать до необходимой высоты. Когда на петлях переда у меня будет провязано 36 рядов, я переставлю спицы с одной лески на другую, чтобы продолжить вязание спинки. Вот так меняются спицы и заглушки местами. перекручиваю их с одной лески на другую, распускаем бросовую нить и по одной петельке поднимаем 12 петель рукава на спицы. Дальше берем нить от нового мотка и продолжаем вязать спинку до нужной высоты. С противоположной стороны точно так же поднимаем петли рукава и вяжем 36 рядов. Далее смотрим на схему укороченных рядов для формирования плечевых скосов и вывязывания горловины. У нас сейчас на спицах 111 петель. На предыдущем рисунке мы с вами их распределили, по горловине у нас 51 петля и здесь у нас 30 петель. И вот смотрите, на этой схеме я распределила вот эти 30 петель скоса плеча на 5 отрезков по 6 петелек. Вырез горловины спинки у меня разделен на 4 отрезка по 10 и 15 петель и вот здесь вот одна петелька центральная. Про нее мы не забываем, когда будем все вот это вот высчитывать. Для выреза переда у меня отрезков чуть-чуть побольше, хотя здесь сам вырез не очень явно выражен на схеме, но здесь у нас по 3 петельки, по 4, по 5, по 10. И вот мы начинаем вязать. Смотрите, в лицевом ряду идем и провязываем вот до этого места, мы не довязали вот эти 6 петелек, вот сюда пришли, вот в это место. Сделали разворотную петлю, пошли вязать обратно. Не довязали вот эти 6 петелек, то есть мы их оставляем на спицах. Эти петли у нас никуда не деваются, они у нас так и продолжают быть на спицах. Далее мы пошли снова вязать вот к этой точке пришли, не довязали вот эти 6 петелек, сделали разворотную петлю. Далее пошли сюда, вот эти 6 петелек не довязали. И так мы ходим туда-сюда, смотрите, когда вы будете провязывать вот эти поворотные петли, вот в этих местах у вас будут образовываться такие окошки, вы их будете видеть. Поэтому вам не придется пересчитывать все петли плеча, вы увидите, что у вас здесь была разворотная петля, от нее отсчитали 6 петелек, оставили их и в 7 сделали разворот. Вот таким образом мы вяжем, сюда вернулись, потом мы прошли вот сюда, вот сюда, в этом месте мы уже будем делать углубление горловины, то есть мы не довязали вот эту центральную петлю от серединки и 15 петелек, вернулись вот в это место и потом вот сюда наверх. Прошли вот здесь, закрыли вот эту поворотную петлю, я потом покажу, как эти петли провязываются и как закрываются, пришли значит вот в эту точку, вот эти 6 петелек не довязали, затем пришли вот сюда и дошли до уголка. Теперь нам нужно, чтобы вот этих вот окошечек не было, поэтому мы идем по плечевому скосу, закрываем все вот эти вот петельки, возвращаемся, закрываем вот эту петлю, проходим сюда, в этот уголок, здесь вы ставьте себе маркеры, чтобы не путаться и дальше закрываем все вот эти вот петельки. Таким образом спинка у нас будет связана. Точно так же мы вяжем перед, пошли значит мы из этой точки пришли вот сюда, вернулись, не довязали вот эти 10 петелек и одну центральную, дальше мы пришли вот в эту точку, не довязали вот эти 6 петелек, здесь мы 5 петелек не довязали, вот эти 6 петелек не довязали, дальше вот эти 4 петельки не довязали, вот эти 6, дальше 3 и пришли вот в эту точку. Затем из этой точки мы идем вниз, вернее оно будет все ровно на спицах, вот эти петли мы провязываем и идем не довязывая вот эти 6 петелек, то есть мы идем на вторую сторону полочки, здесь мы точно так же не довязали 10 петелек, вот эти 6 петелек не довязали, 5, 6, 4 и вот так вот пришли вот в эту точку. Для того, чтобы закрыть вот эти петли, мы спускаемся вниз, закрываем их, возвращаемся в верхний уголок, закрываем все вот эти петельки, приходим сюда, тут у нас стоит маркер, и закрываем все оставшиеся петельки. Вот таким образом вяжутся укороченные ряды, я сейчас вам покажу, как провязывать разворотные петли и как потом их закрывать, вязать с вами вот этот вот длительный процесс я не буду и если у кого-то будут затруднения, для кого-то вот это вот непонятно по схеме, я могу порекомендовать вам видео Светланы Коломеец, называется мастер-класс «Кажется облачный свитер», я вам оставлю ссылку, чтобы вы уже точно не искали его долго, точно перешли на этот мастер-класс, там кажется третья часть, где Светлана провязывает вот эти все моменты, вот буквально по петельной, там очень длинный и понятный доходчивый мастер-класс, так что кому что-то будет непонятно по моим объяснениям, переходите на этот мастер-класс и вы точно свяжете вот этот момент. И еще, вот эти вот схемки можете для себя распечатать, чтобы здесь подчеркаться свои размеры поставить, пересчитать все, вот эту вот схемочку тоже рекомендую обязательно распечатать и прям берите карандаш и когда вы будете вязать, вы просто на этой схемке отмечаете себе, какой вы ряд вяжете, куда вы пришли и куда вам надо, и сколько петелек вам нужно в данный момент не довязать. Очень удобно, если вы вот это вот все будете рисовать в процессе, вы точно не запутаетесь. Показываю, как провязываются поворотные петли, это лицевой ряд выреза горловины, мне нужно не довязать три петли, вот эти три петли и четвертая петля у нас будет поворотной. Я эту петлю снимаю на правую спицу, нить накидываю на левую спицу и возвращаю петлю обратно. Когда мы развернем работу, эта петля получится обкрученной. Дальше предположим, что мы вяжем изнаночный ряд. Довязали до нужного момента и, например, нам надо сделать вот эту петлю поворотной. Заводим нить вперед, из-под нее снимаем петлю, нить ушла назад, возвращаем петлю на левую спицу. А когда мы развернем вязание, эта петелька у нас получится обкрученной. Когда вы провяжете все поворотные петли, вам надо будет их закрыть. В лицевом ряду доходим до разворотной петли, ее видно хорошо, поднимаем обкрутку на спицу и провязываем эти две петли вместе. Дальше вяжем до следующей обкрученной петли и закрываем ее таким же образом. Если поворотная петля в изнаночном ряду, мы точно так же поднимаем нить на спицу и провязываем эти две петли изнаночной петлей. Это я показала вам один из способов провязывания поворотных петель. Если вы знаете другой способ, можете вязать так, как привыкли. В итоге, после того, как вы провяжете все укороченные ряды, ваша работа будет выглядеть вот так. Все петли находятся на спицах, но если мы расправим полотном, уже видно, как сформированы скосы плеча и вырез горловины. Следующий этап работы – соединяем плечевые швы. Здесь можно выполнить трикотажный шов по открытым петлям и в этом месте будет ровное полотно без шва. Но я решила сделать вот такой декоративный шов с косичкой по лицевой стороне. Выполнила я его при помощи крючка. Это по сути закрытие петель по методу трех спиц, только вместо третьей спицы мы возьмем крючок, на мой взгляд, это удобнее. Прикладываем петли плечевых скосов изнанкой друг к другу, придвигаем их на край спиц и берем крючок. Подхватываем петлю с ближней спицы и подхватываем петлю с дальней спицы, снимаем их со спиц и провязываем эти две петли рабочей нитью. Старайтесь сильно не затягивать эту петлю. Снова снимаем на крючок петлю с ближней спицы, затем вяжем с дальней спицы и провязываем все петли, которые у нас находятся на крючке. Обратите внимание, крючок в петле заводим с лицевой стороны полотна, на первой спице от себя, а на дальней спице к себе, чтобы петли не перекручивались. Дальше мы снова подхватываем рабочую нить и провязываем. Таким образом нам надо провязать все петли плечевых скосов. По лицевой стороне у нас получается вот такая декоративная косичка и в конце, когда мы дойдем до маркера разделения петель, на спицах у нас останутся только петли горловины. После того, как будут выполнены плечевые швы, сделайте примерку. Проверьте, устраивает ли вас ширина горловины. Если все хорошо, можете выполнять закрытие петель. Мне горловина показалась слишком широкой и поэтому я взяла спицы на размер тоньше и провязала два ряда лицевыми петлями. Затем сделала закрытие по методу i-cord на две петли. Ссылка на урок по закрытию будет в описании, разворачивайте его, переходите по ссылке, изучайте. Теперь, когда верх готов и есть возможность примерки, можно довязать необходимую длину. Распускаем петли бросовой нити, на которую был сделан набор петель и поднимаем петли тушки на спицы. Аккуратно по одной петельке. Сначала подняли петлю на спицу, потом распустили петельку бросовой нити. Берем новую рабочую нить, соединяем концы так, как я показывала ранее и вяжем до необходимой длины. Низ я также пробовала закрыть по методу i-cord, но полотно стало сильно закручиваться и мне не понравилось. Поэтому низ я закончила резинкой один на один и закрыла петли классическим способом. Точно так же я провязала резинку на рукавах и закрыла петли. Изначально была попытка связать рукава и у меня не хватило пряжи, поэтому моток, который у меня остался, я буду использовать в другом проекте, уже есть кое-какие идеи, посмотрим, что получится. И сейчас покажу, как набирать петли для рукава или резинки. Начинать ряд будем по нижней части рукава, в том месте, где мы добавляли петли. Подхватываем кромочную петлю за две дольки косички и протягиваем через них рабочую нить, это будет первая петля. Вторую петлю нам нужно поднять из этой же кромочной только за одну дольку. На следующей кромочной будет одна петля и дальше снова две. Так и будем чередовать их. В одну кромочную две петли, а в следующую одна петля. И у нас получится, что на 4 ряда, а мы помним, что кромочная у нас по высоте это два ряда, будут приходиться три поднятые петли. В таком ритме у нас получится ровный переход на рукава и не будет ничего стягиваться или раскрешаться. В следующем ряду вяжем резинку, если хотите футболку, либо продолжаем вязать рукав лицевой гладью. Итак, футболка готова, надеюсь, что все объяснило понятно. Если что-то упустила, пишите свои вопросы в комментариях. Ну и конечно же пишите, как Вам футболка, как Вам пряжа. Каждый Ваш комментарий я читаю и стараюсь отвечать каждому. Ну и если Вы нажмете на Лайк или кнопку поделиться в соцсетях, это поможет продвижению видео и его увидит еще кто-то, кроме Вас. Учитывая то, сколько времени я трачу на создание мастер-класса, хотелось бы более активной отдачи и от Вас. А у меня на сегодня все. Вяжите много, вяжите с удовольствием, вяжите из хорошей пряжи. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока-пока.